Всем привет! Для многих сегодня будет очень полезная информация, как не сделать ошибку в Google, которую делают 99,9% людей. Эта ошибка в первую очередь касается вашей конфиденциальности, то есть всех ваших данных на смартфоне, ваших паролей, ваших банковских карточек, доступа к вашим фотографиям, видео, аудио, которые находятся на смартфоне и вообще любых данных, которые реально важны абсолютно для всего. Сейчас вам расскажу и покажу, где найти эту важную настройку. Обязательно поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, конечно же, речь пойдет о Google аккаунтах, которые создаются. Создаются они в основном для того, чтобы пользоваться Google Play Маркетом или схожими приложениями, чтобы скачивать какие-то нужные программы, бесплатные или платные, это не имеет значения. Также это наша электронная почта, это могут быть определенные приложения, которые изначально потребовали ввести свой Google аккаунт, чтобы ними пользоваться. Элементарно, даже тот же YouTube просит Google аккаунт, чтобы писать нормально комментарии, ну и просматривать, сохранять какие-то видеоролики. Плюс в Google аккаунте есть такие еще функции, которые запоминают все пароли, которые вы вводите на своем смартфоне. И чтобы потом их не вводить, вот они уже сохранены и автоматически вводятся. Такую настройку будет полезно перепроверить каждому, особенно для тех людей, кто хочет продать свой смартфон кому-то, чтобы не оставались никаких данных, чтобы никто не получил другой доступа к аккаунту, ко всем паролям, фото, видео и так далее. Ну и плюс вообще возможно, что вы скачали какое-то непонятное приложение, оно получило доступ, точнее через него получили доступ к вашему аккаунту и могут зайти и просмотреть все ваши личные данные. Для того, чтобы этого избежать, вам нужно зайти в обычные стандартные настройки и вот здесь полистать, найти такой пункт, который касается Google. Он по умолчанию встроенный на всех смартфонах. Вот отдельно строчка Google. Заходим вот сюда. Здесь вы будете видеть сразу же свой аккаунт или же ту почту, которую вы ввели. Вам нужно нажать по вот этой строчке. Если у вас несколько аккаунтов, то вы, конечно, вот здесь будете их видеть. И нужно будет такое проделать на каждом аккаунте. Ну, если у вас один аккаунт, то внизу вы увидите аккаунт Google. Такую кнопочку нажимаете по вот этой кнопке и дальше попадаете в определенные настройки. Смотрите, здесь есть вот такая интерактивная строчка. Она листается. Вот по порядку, смотрите, личная информация, данные и конфиденциальность. И дальше безопасность. Нажимаем на кнопочку безопасность. Тут, кстати, могут быть рекомендации по защите аккаунта. Конечно же, желательно их проделать. Но сейчас речь идет о доступе к устройству. Вам нужно полистать ниже и найти такой пункт, который называется «Ваши устройства». Устройства, на которых вы вошли в аккаунт. Вот смотрите, на данный момент показано у меня, что было 10 сеансов на устройствах Android. Ну и показаны разные устройства. Нажимаем на кнопочку «Управление всеми устройствами». И сейчас вы видите определенный список, где конкретно присутствует ваш аккаунт. То есть, здесь будет информация, когда последний раз был вход в аккаунт и с какого устройства. То есть, если вы здесь нажмете, будет более подробная информация. То есть, что вам нужно сделать? Вам нужно пересмотреть вот этот список. И если вы видите какое-то незнакомое устройство, то, конечно же, нужно это обезвредить. Выйти из этого устройства и еще желательно поменять пароль. Но, как минимум, сделать первое действие. Потому что, значит, кто-то получил доступ к вашему аккаунту. Смотрите, ну на данный момент это все мои личные устройства. Здесь и телевизор, и некоторые телефоны, и планшет присутствует. Вот. Но, если вот вы видите незнакомое устройство, вот, например, ну вы кому-то, возможно, подарили свой телефон. Или продали. Или, опять же, еще раз повторюсь, что, возможно, кто-то просто получил через какое-то приложение доступ к вашему устройству. Выбираете то устройство, которое вы хотите удалить. Вот, нажимаете по нем. Дальше вас запросит личное подтверждение, что вы выходите с этого аккаунта на конкретно том устройстве, которое вы выбрали. И просто нажимаете кнопочку «Выйти». Еще раз нажимаем «Выйти». Подтверждаем «Ок». И теперь, среди всего вот этого списка, если вы опять полистаете, то, видите, вы вышли с этого аккаунта только что. Если этого не сделать, то, к сожалению, другой человек получит доступ, в принципе, ко всему, что и на ваших смартфонах. Потому что идет синхронизация, во-первых, данных. Видны все пароли, которые вы вводите, которые вы сохраняете, пересохраняете. Также будет иметься доступ к перепискам. Ну, в общем, очень много можно чего потерять, если не перепроверить вот такую элементарную настройку.